Мы сейчас будем готовить чак-чак, как и обещали. Нарина Каджаян появилась в нашей студии, вот она и Лилия Мухаммедвалеева. Мухаммедвалеева, простите, не сразу выговорила. Всё, потому что у меня полный рот слюней, я хочу попробовать чак-чак. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам и нашим зрителям, а какое вы отношение имеете к этой сладости? Самое прямое, раз оказались в нашем программе. С чего всё начиналось? Мы две сестры, естественно, мы родились в татарской семье, и каждый, вообще любой праздник у нас проходил только именно с чак-чаком. Ну, соответственно, подготавливаясь мы к празднику тоже таким образом, что всей семьёй готовили чак-чак. А есть какие-то секретики? Да, есть секретики. Ещё хотела рассказать, что у нас очень большая семья. У нас у мамы в семье 11 детей. То есть, представляете, сколько сестёр, внуков, правнуков и так далее. И мы собирались большой-большой семьёй всегда. Каждый должен был принести свой чак-чак, да? Нет, мы готовили все вместе. Один, это секретики. Это ж какой должен быть торт, кто тогда? Ну, это же умный всякий. Ну, объявляли конкурс. У кого больше чак-чак. На самом деле, чак-чак готовили всегда на такие грандиозные мероприятия. Это, например, свадьбы, такие торжества большие. И мы готовили сами чак-чак. То есть, нам бабушка показывала, рассказывала рецепт. Мы всегда записывали с самого детства, как же всё правильно, чтобы каждый секретик не упустить. Так, и как правильно? Во-первых, тут какое-то тесто, да? Да, это тесто. Для приготовления нам нужно говорить наши секреты. Ну, я не знаю, если вы готовы будете. Ну, вообще, давайте скажем, что в общем. То есть, входит яйца, сахар, соль, сода и чуть-чуть молока. Чуть-чуть молока. А дальше нужно отправить в раскалённое масло, ведь, да, не в воду? Да, но предварительно раскатать и разрезать, правда же, на кусочки? Да, да, да. И немножко подсушить. То есть, раскатать, подсушить немножко тесто и потом уже нарезать. Просто в комнате подсушить или надо в духовке? Да, при комнатной температуре. Так, а дальше как выглядит? А покажите, покажите, пожалуйста. Пересыпаем. Ой, вы не боитесь прям руками туда засыпать? На опыте. Да, всё. О, закипело, закипело. Нужно сказать, что, конечно же, в нашем понимании чак-чак, в первую очередь, это такие толстые, да, колбаски, маленькие. Они, видите, раз, и уже всё. Обжарились и распухли. А так быстро? Да, да. А сколько всего, получается, по времени нужно? Да, буквально одну минутку, на самом деле. До золотистой корочки, чтобы... До глазу. Да, да, да. А как же, подождите, а как же вот такой красный вы делаете, розовый, если... Мы добавляем все возможные наши интересные штучки, так скажем. Ну, это красительные, наверное, какие-то шоколадки, да? Куда-то добавляем сиропы, куда-то пюре, куда-то добавляем, например, вот шоколадный чак-чак. Мы готовим с какао, добавляем прямо в тесто. Вот. Грецкий орех просто мы размалываем, перемешиваем всё вместе, ну, тесто с мёдом. А вот такой чак-чак, который напоминает винегрет, например? Это вишнёвый, кстати, чак-чак. Да, мы добавляем пюре вишнёвое и ещё сверху сублимированная вишня у нас сидит. Хорошо. Можете, ну, своими руками показать, какой был самый большой чак-чак, который сделали вашей семье? Ну, наверное, вот такой. Серьёзно, что ли? Да. А как его потом вырезать? Он же весь тук-тук-тук-тук. Вообще развязается, на самом деле, чак-чак традиционно, это готовится прям очень большой и развязается ножом, получается, ну, то есть... По треугольничкам? Ну, да, по треугольничкам, как тортик. А он всегда с мёдом? Всегда с мёдом, да. А можно пробовать, пожалуйста? Конечно, пожалуйста. Мёд, во-первых, помогает, да, чтобы все частички слиплись между собой, да, а какой там будет... Какой самый вкусный вот из этих вот? А я попробую, что я тебе расскажу. Они все вкусные. Нет, нет, ну вот... Вообще, наверное, самый такой классический, да. Традиционный, наверное, без каких-либо добавок, да. Но всё в зависимости от того, что вы любите. Вот, если любите орешки, например, ну, пожалуйста, попробуйте. А вот здесь там вишенка, а здесь... Здесь малина. Здесь ягодка. Да. Это мы сами придумали, на самом деле, это наша... Здесь с маком, да, идёт? Да. Хорошо. Можно ли, допустим, чак-чак добавить, не знаю, там, сгучонку, например, или ещё что-то? Или это... Или это уже не чак-чак. Идея. Идея. Идея, да? Это уже получится муравейник, грубо говоря. Да, поэтому... Да, это не чак-чак. Истинный чак-чак готовится именно с мёдом. Хорошо. А пробовали ли вы делать какой-нибудь несладкий чак-чак? Ну, в том плане, чтобы можно было припевать сладким чаем. Со вкусом мяса. Кстати, да, пробовали. Да, у нас есть такой чак-чак. Мясной. Но он не в меду. У нас есть чипсы чак-чак. А можно мне, пожалуйста, эту тарелочку с готовой, что называется, продукцией, хочется просто похрустеть. Скажите, сюда вы сахар добавляете? В детстве, да, немножечко. Ну, что я могу сказать? Я поковыряла практически всем. Это вкусно всегда. Что бы вы туда не добавили. Я вот искренне должна сказать, что у вас какая-то потрясающая, конечно, семья. Что вы всё это готовите, бережёте традиции. Это фантастически вообще. Главное, это так всё как-то вкусно. Так легко, оп-оп-оп-оп, туда-сюда, и уже получилось. Спасибо вам огромное. Давай. Чувствуешь? Чувствуешь, какая вкуснотища? Ну, почему-то в магазине нам нет такого ярко выраженного вкуса мёда. Ну, ты здрасте, Француз. Вот от мёда же тоже всё зависит, да? Конечно. Конечно, тут он настоящий. Он у нас натуральный. Здесь вкус очень, очень насыщенный. Медовый и классный. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Оставите эту тарелочку, да? Да, конечно. Прекрасно, прекрасно. Ну, нам пора, к сожалению. Как так? Всё раз говорю вам большое спасибо. Чак-чак, мы готовим в нашей кофейне татарской. Прекрасно. Запомним. Да. Спасибо большое.